всем привет друзья сегодня мы с вами посмотрим ролик который заказал артем дюрин артем дюрин тюрин тюрин артем тюрин он является у нас у меня клевым пушистиком крутым пушистиком подписан на бусти и он заказал этот короче он заказал ролик если вы подпишетесь на меня вот за вот эту сумму вы можете заказать ролик на 200 рублей и на стриме в ближайшее время будет стрим и артем закажет еще и там ролик он вдвойне выигрывает если закажет вот этот за 400 рублей получите ролик еще инструмент 400 рублей закажет выгода прям водя не знаю что я до сих пор не подписан не понимаю тем не менее артем ему спасибо что подписался пишет молодец активность держит он заказал real pepper кринж с инстасамкой что и так лохозанка себе позволяет лайк ставлю комментарии пишу для развития а вас друзья мои попрошу проделать те же манипуляции со мной комментарии напишите мне лайк поставьте мне я буду начинать так что это за мурточки это самка этот жуков что ли всем привет дамы и господа с вами реал пеппер совсем недавно я наткнулся на родном ютубчики на некое дерьмо дерьмо под названием залетай в тренды и оказывается я пропустил целый первый сезон где в жюри был карлан жарахов и еще а это прошмандовки ну ничего страшного по сути второй сезон ничем от первым не отличается это все те же реки кринжа если вкратце есть три члена жюри во втором сезоне это серёга жуков фронтмен группа руки вверх да когда-то под эту дешевую попсу танцевала вся страна какая-то люси чебо справедливый царат я с ним согласен мне не нравится руки вверх серьезно я никогда не нравилась ни одна песня но многие танцевали я не осуждаю я осуждаю нравится слушайте мне вот лично мое мнение нет помилуйте ботина а когда-то под эту дешевую попсу танцевала вся страна какая-то люси чебо тина кто это если честно я в душе не ну и тоже что вам может изрядно подпортить зрение обладательница премии строго века инстасамка честно говоря мне даже интересно посмотреть что кстати говоря чё-то сижу тут делаю делаю рассказываю я же это ролик же первый будет я после моей командировки как я вернулся так вот друзья мы бы раньше сказать это скажу сейчас это будет для тех кто все-таки ждал и смотрит начал смотреть ролик в общем я вернулся ролики теперь будут выходить ежедневно там побери возможно может пока что будут простой какие-то будут дыры пока что я восстановлюсь график свой восстановлю там надо еще за командировкой читаться ну там многое дело что-то поделать поэтому может быть какие-то пробелы будут у меня а так заказы стол заказывать открыт заказывайте пожалуйста за отбросы от нее фанатеет но вы знаете мы живем в таком мире где даже куча говна собачьего в инстаграме может набрать популярность уже легко вообще и разобрались а в чем же суть этого шоу а в том что всякие на помазанные прилизанные ущерба выходит нас и исполняют вроде как свои песенки я уж не знаю сами они пишут музыку все это записывают сводят записывают вокал обрабатывают в этом принципе это неважно у участников есть 30 секунд чтобы покорить строгое жюри пройти дальше в следующий этап сегодня мы вкратце посмотрим первый выпуск это калька с американского какой-то шоу я частенько вижу это американское наши копируют они вот по сути копируют а зачем а зачем что-то вы изобретаете если есть если прекрасно работает второго сезона постебемся над всяким отребьем по сосим инстап и в общем-то как обычно пропитаемся токсичностью полная реакция на этот выпуск есть на моем бусте ссылочка на который в описании помимо него там еще 130 свыше 130 эксклюзивных роликов так что подписывайтесь вступайте в клуб элиты короче сегодня я буду всех поливать по-моему как я люблю о да я люблю свою работу как я люблю свою работу реал пепер он токсик да здесь вот токсик тот еще и на кросс и константин анисимов ведущие этого шоу кто это таки и откуда не взялись я в душе не но вот константин похож на стаса михайлова для бедных разведенок ну что же погнали начнем он так сказать первый участник этого шоу уже вылупился привет меня зовут кирилл кейкраш и я первую часть господи от его смазливости мне хочется болевать радугой запрещенный радугой он похож на юру шатунова который утопает в розовых соплях а скоро буду новый канье передаю привет своей маме ну это победа в какой-то момент я понял что сцена это мой выход что сцена это то где могу сиять господи как же мне нравится подобные банальные высказывания в какой-то момент я понял что сцена это моё знаете я ни разу не видел человека который сказал бы в какой-то момент жизненно я понял что в шахте за копейки это моё это прям моё реально моё какой-то момент я понял сейчас любить общаешься нормально спросить я никогда не видел ты хочешь любит общаешься с квартир своей выходишь потому что если судя по его диалекту он никогда не уходит уж как он себя ведет как он разговаривает он и там где он живет выходил бы весь сидеть ну что месить бетон на стройке это прям моя мечта в какой-то момент я понял что его бетон на стройке там на стройке нормально пласть между прочим на кухне 40 градусную жару это прям лучшее что может произойти в моей жизни все хотят на сцену и кей краш конечно же не исключение я я считаю все работы хороши все работы хороши лишь бы труду созидательный сербак хорошо всех уважаю даже этого токсичного перца тоже качество это так увидел просто правда считаю себя уникальным артистом вот это ошибочка вот так точно не надо начинать выступление на конкурсах я уникальный артист и что же в нем уникального давайте посмотрим детс уникальнее некуда ни разу вообще не слышал ничего подобного смотри я тоже второй сезон и первый лайк от люси чеботиной как тебя даже не знаю радоваться этому или нет смотри тебе какая-то стройка лайк влепила боже я мечтал об этом с момента когда вылез но вы поняли женщина чем сделала лайк влепила боже я мечтал об этом с момента когда вылез но вы поняли откуда дети вылезают обычно не хватило чего-то не знаю слишком добренько как-то но тебе явно не хватило хорошего пластического хирурга чтобы он тебе рожу немножечко подредактировал а то судя по всему ты сама воспользовалась не самым лучшим редактором я не знаю человек за внешность судить это как-то не знаю а мне не хватило чего-то как-то все добренько нужно было выйти на ссать ей на лицо а следующая участница этого криншпати куликова ну или как-то так вообще по как ее зовут она уже участвовала в предыдущем сезоне и ей сказали но нет переводе с английского если я все правильно понял в этот раз она сразу решила показать жюри свою сраку уж не знаю впечатлит ли она таким образом жюри но пение у нее если честно так себе опять же музыкальные дарования людей это строго субъективным взгляд я раньше лютейший не видел бутырку он про мой дом был в гостях у одного этого человека и весь день бутырка играла а потом когда домой вернулся что-то не хватает так же с арии было с рамштейн думка маленький был дядя рамштейн крутил а потом что-то не хватает так что-то музыка какая-то да поэтому не знаю ну для караоке бар прокатит тем не менее инстал понравилось но еще бы как ну не знаю хотя бы не хрипит в ноты попадает не знаю нормально когда ты ни разу в жизни не слышала ничего лучше чем то что лежит в трендах я в принципе не удивлен булавки на сиськах возможно они протолкнули участницу дальше а вот следующее три выглядит так как будто в колхозе красные залупки у доярок появился свободный час для самодеятельности всем привет друзья меня зовут мари м слышь мария вовсе не обязательно было засыпать в солярии ну или выливать на свою рожу целый флакон с автозагаром ну ладно чё-то я такси чё я же даже еще не слышал как девочки поют и танцуют давайте песенку послушаем у нее такой гениальный текст что вы сейчас просто просто из-за провалитесь в долину гениальности ладно мы чё песни слушаешь гениальность какую-то это сейчас к ней начал читать бойцовский клуб вот так просто гениально да а вот очень круто расписано да он на мой субъективно мой взгляд я начала через свой контент продвигать свою музыку надо мной стебались в школе потому что я была необычным ребенком и господи а кто это у нас здесь очередной не так усик над которым стебались в школе правда она так и не объяснила в чем именно заключается ее не так уж насть видимо в стадии не так ушек лучше знают об этом феномене давай короче уже песенку збал господи от таких трендовых танцев молочко у коровок само по себе польется из вымени а это я похуже видел на евровизме видит обода там такого пара реколы еще там чуть забыл как звали украинка какая-то потом же или она должна была поехать на этот или поехала там что-то странновато на мой взгляд конечно комбайнеры начнут ебать в три нормы когда увидят подобные выступления и курочки в курятнике будут нести яйца как из пулемета а что касается песни мальчик ты попутал я тебе что ли шутка тебя зацепила моя мини-юбка и так дальше десять раз да и современ попса опять же мое мнение попса нечет у них так все об одном песни не записи причем развлекать одно и то же я думаю мальчик попутал не потому что его зацепила твоя хочу мысль что-то потерял блин я говорю тут конфликт небольшой произошел немножко нервничаю поэтому и да 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 мысль потерял чему я все ввел то потому что попса у них все песни что-то такие вот а любви там около любви они разделены любви 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 там нет любви такое все мини-юбка скорее всего его твой срачельник зацепил размером с бампер от камаза если такое зацепит то действительно попутаешь но девочки таки заслужили лайки и прошли дальше но вот комментарии жюри допустим михаил шапутинский хорошо поет а выглядит такой большой без без форме на масса максим фадеев тоже без форме на массово женщин певцов и даже не знаю я чуть их не могу сказать кого слушал певцов и это отдельная тема серега жуков уже рука будет судя по всему видать зацепили старичка девочки это впервые у нас такое выступление шоу-балет слушай я не знаю насчет шоу-балет болит загнул конечно скорее шоу минета по акции по тройной скидке шоу-балет не зацепил вообще я их проходных лиц слушай а но то есть ты считаешь свою не проходным что ли так я правильно понял не ну так то я согласен она явно не проходное она проездное по нему явно колеса от трактора беларусь плачет не интересно у этого существа вообще зеркало есть ну хотя бы маленькая девочки должны быть как с обложкой но она как бы это как сказать правильно она прекрасно понимаете что она выглядит по-ублюдски в этом и сути ее образа чтобы привести внимание что все курить а смотрите какой чудовище а давайте посмеемся дни а она специально это делает это она вот ну а так вот человек у нее весь образ она просто сама по себе как сказать правильно не интересно никому как как самостоятельно единица как вот как просто человек неинтересно ей приходится брать скандалами какими-то журнал никаких тут колхозниц не должно быть и как вы здесь должно ну опять же взять этих девчонок которые танцевали они тоже не супер уж там талант давайте будем откровенно да и они пытаются взять своим видом юбочки покороче жопы трясут в камеру и в камеру к жюри в надежде что кто-нибудь заметит что-нибудь там не осуждаем конечно но просто что они берут не талантом а другим даже серёга жуков таких мощных высказываний он наверное подумал жуков давайте дай мне такая песня нравится но голос четкий голос хорошо стоит стоит гос поставлен голос хорошо поставлен поет мне просто не нравится а так поет круто я только бы она не узнала что я из самары а то тоже в колхознике запишет кстати откуда инстабу поможет что плохого в колхозниках ну я допустим у меня нет колхоза нет у нас был салфос что у нас там было ну как ну что плохого в колхозничестве ну ладно пускай ему тоже далеко не из города москвы я допустим друзья мы если есть колхозник я вас уважаю вот кто работает в колхозе нас на комбайне тракторе дворник уборщики я вас всех уважаю все вы молодцы знаете я вас ценю люблю и уважаю вообще по без претензии молодцы молодцы все работы я уважаю сантехников вот сегодня комиссия крызовщики приходили там я делал ролик я немножко застрял я с ними очень уважительно с ним общался я уважаю работу все профессии все мации человеком надо быть и даже не из города миллионник откуда такие манеры а следующая участница немножко ошиблась шоу подумала что пришла на мюзикл или театр короче в пролете тетя мне кажется это абсолютно не поп-музыка а что это оперная ария рок-музыка или может быть драм-н-бэйс что значит это не поп-музыка что это блин я не знаю я просто не слышал что за песня была концовка да на опера похожа по концовке опера нравится вот отдам де пари вот моя любимая слушаю периодически этот призрак оперы призрак опера называется в общем призрак призрак оперы не вся полностью я всю не слышал а вот ну загуглите кому интересно призрак оперы как-то так вот когда поет еще интересно с этим с антони бандерасом вот есть тоже классно мне такой нравится да короче нужно понимать что они выбирают все-таки трендовые песенки а современные зрители просто не оценят подобную музыку как бы не заценит и не проникнутся мне кажется сам факт если человек просто попадет ему уже будет хорошо уже заметят допустим кому-то такая песня понравится кому-то этому нравится песня или там все выигрыши да это почему или немножко все равно все выигрыши будут когда ты сидишь в тик токе то такая музыка конечно до тебя не дойдет так нежно что аж тошнит а давайте не будем ломать этот вайб нам нужно поймать вайб со словом вайб все что-то вайб 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 это движение сколько я понимаю этот вайб я правильно сказал по молодежному звучит да вообще это дико стремно когда взрослый дядя пытается молодиться стасян всем из билет по хрену нормально знаем что тебе полтос и хорош уже молодиться а вот сейчас будет а раз вы это пас осторожнее с этой участницей смотрите чтобы она у вас микрофон ладно она немножечко на цыганину похож ну или на участницу битвы экстрасенсов привет я юлико иду далеко юрико из этого из рода лера юрико было там у японцев ну что-то мне подсказывает что далеко ты пойдешь например ну да это явно не для современных трендов юлико иди далеко кто выпустил обезьянку на вообще-то этому рэперу влепили лайки ну еще бы жюри то явно рэп вообще чисто принципиально не слушаю рэп вообще ненавижу мое личное мнение слушайте кому нравится пожалуйста я я вообще не уважаю уж разбирается в сортах дерьма а вот следующий участник вроде бы норм выступил но его засрали но такое бывает ураборос что ли на майке у него это счет казалось казалось урабороса такой знаете алхимические символов там тебе змея сама себя пожирает участник вроде бы но вот видите вот а вот он морду змеи вот вот он морда ящик или так вот как назвать на драгон речь похож немножко до вторым выступил но его засрали но такое бывает но может быть конечно так себе но уж явно получше чем мальчик ты попутал тебя зацепила моя меню бка но жюри виднее экспертному жюри этого в сети очень 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 много знаете я послушал эту выскочку я зашел на ее канал и послушал что она делает это действительно прям уникальный контент ну если вы конечно говноец пусть сидеть на землю почему если вы ковноед или нет не калина в чем заключается уникалина за что такого больше нету нет уникальное это не значит что классно красиво нравится уникалина заключается допустим образом да возьмем меня вот я вот уникальный потому что таких вот реакционеров как я нету может появится со временем. Вот я уникальный. Я не знаю, что я всем нравлюсь, что все-таки меня любят и обожают. Хотя есть, кто меня любит и поддержит. Спасибо большое. Уникальность в том, что я уникальный и в том, что я виртуальный. Посадил меня за себя панду. Сидит панда, все реагирует. Вот моя уникальность в чем. Он немножко как-то слова путает что-то. Ладно. Шаболды. То, что вы делаете, это вообще не музыка. Это даже китайским шарпотребом не назвать. Алло. Клак. Давайте уже заносите следующего участника. О май гад. Ну, это прям украшение любой кассы в пятерочке. Кажется в любви и лад. Почему опять слезы семь? Это безобразно. Да, это безобразная музыка. В пролю. Плохая музыка. Хорошая музыка. Хе-хе-хе. Лёти, ёпта. Господи, какой же у неё стрёмный образ. Да и песенка говнище, что уж там. Ну, уже сменить пластинку. Вот это рассталось. Всё плохо. Да, нужно сменить пластинку, знаете. Да, вот она будет учить всегда. Ну, ладно, здесь как бы. Понятное дело, для чего это сделано. Ну, всё равно. Нужно что-то новое. Что-то отказывается светом. Украсть у кого-нибудь, например, спиратить. Взять какую-то трендовую песню, которую американской певицы придумала. Которую зашло, обкатало. Уже обкатанный вариант. Ха-ха-ха. Ай, блин, такие люди. Она от научит, да? Она от научит. Понимает, что она делает. Те же дыхания. Как у инстасамки. Вот эти вот песенки. Зай деньги, зай. 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 Зай деньги, зай. 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 Зай, 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 зай. Ой, ты этот как его? Злософас, что ли? Зай, зай, зай. Да? Злософас. О боже, какие тяги, 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 какие тяги, 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 тяги. Аху... Песенки на полторы минуты. Просто больше она не вытягивает. У нее треки именно по полторы минуты. Звучат вам просто великолепно свет. Не знаю, какие она звучат. Вот не слушаю. Честно говоря, ни разу не эту песню не слушал. Я как-то послушать хотел, пытался Джарахова песню, которая хитом, хит, хитом, хитом, да, хитом, хитом была 22-го года или какого. Вот это я в моменте... Секунд 30, я не выдерживаю. Не знаю, нет, она какая-то вот нудная, что ли, я не знаю. Вот припев какой-то заедающий, а так сама песня, не знаю, мне что-то вообще не цеплеет. Лично мое мнение, опять же говорю, если вам нравится, пожалуйста. Я не говорю, что до этого рот тварь сдохнет крыса. Нет, нравится, нравится. А вкус и цвет фломастеры все разные, сами понимаете. Свежесть, б**ть, утреннего дня, сука, альпийских горнах. Вот такое вот шоу, ребятки. А что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях, ёпта. Согласны ли вы с мнением жюри? С моими высказываниями? С моим образом? Нравится ли вам моя прическа? На самом деле, мне похуй. Мне просто нужно как-то закончить этот ролик. Вот я уже всё сказал, в общем. Просто надо дотянуть, чтобы был ролик в свыше 10 минут. Подписывайтесь на канал, если вы ещё не подписаны. Ставьте лайки. Вступайте в группу ВКонтакте. Там вы найдёте все новости по данному каналу. А также несколько тысяч первоклассных. А ни разу не банальных фоточек со мной. Целых несколько тысяч, представляете? Ну и естественно, подписывайтесь на Артёмку Бетардова. Там контентик прям такой, знаете, взрывной. Вот. Всем пока. Увидимся в следующем ролике. Так, друзья, ну своё мнение я уже сказал в ролике. Вот такая вот, друзья, у нас сегодня с вами получилась реакция. Понравилась или нет? Напишите в комментариях. Ставьте лайки. Делайте репосты. Будьте клёвыми. Всем пока. Делай как по кайфу, родной. Только в рамках дозволенного.